Друзья, всем привет! Это Леонид Волков и я возвращаюсь на свой собственный YouTube-канал. Вы заметили, что у меня некоторое время не выходили видео. Мне кажется, что формат коротких видео немножко исчерпал себя. Я два года отвечал на вопросы. Я ответил на 180 вопросов. И не то, чтобы вопросы закончились, но мне кажется, что мы созрели с вами для, может быть, какого-то более серьезного и глубокого разговора. Мне хочется продолжать откровенно говорить с вами о политике, но сделать какой-то уровень выше. Если у вас остались простые и короткие вопросы, скорее всего, ответы на них вы уже найдете в архиве коротких роликов ТЛДР на нашем канале. А теперь мы будем здесь записывать более длинные ролики и касаться более глубоких тем на такую долгосрочную перспективу. В конечном счете, да, это снова политические ликбезы, снова ответы на политические вопросы. Но я попытаюсь не сводить все больше к одной какой-то короткой и ясной теме, а говорить так минут 15 поподробнее, раскрывая тему глубоко и со всех сторон. И тема, с которой я хотел бы начать, с которой я хотел бы записать первый ролик в новом формате, это тема, которая всех и очень многих, я знаю, очень волнует. Это, собственно, что же будет с Родиной и с нами, что же будет с нами в 2024 году и потом. Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Путин, что он собирается делать-то? Он собирается сам идти на выборы в 2024 году? Или он покажет и предъявит нам преемника? Зачем он менял Конституцию, если он не будет сам баллотироваться? А если он будет сам баллотироваться, то за счет чего он собирается выиграть выборы? И на что он рассчитывает? Он планирует жить вечно. В конце концов, в 2024 году ему будет уже 72 года. В 2030-м 78. Он же должен понимать, что его время когда-то истечет. И должен планировать как-то сохранить свою систему. О чем он думает? Мой ответ на этот вопрос, если кратко, заключается в том, что он пока еще не решил. И это не баг, это фича. Он специально пока ничего не решает. Это ключевая особенность построенной им системы управления государством, которая, в общем-то, можно кратко сформулировать как управление через неопределенность. Для Путина очень важно, в первую очередь, свое окружение, свою элиту, людей, которые окружают его, подвешивать в неопределенном состоянии. В книге от первого лица, которая содержит диалоги с Путиным, записанные в 2000 году, сразу после того, как он стал президентом, я уже много раз это цитировал, но это очень важная штука. Он рассказывает о воспоминаниях своего голодного ленинградского детства в конце 50-х, начале 60-х. Как они с друзьями гоняли крыс по коммунальной квартире, потому что там были везде крысы. И как он запомнил и в детстве выучил, если крысу загнать в угол, если не оставить ей пути к отступлению, то она будет бросаться и атаковать даже превосходящего по размерам человека, делать это отчаянно и ничего не боясь. Но если у крысы есть возможность убежать, то она спокойно убежит. Крысу нельзя загонять в угол. Это вещь, которую Путин выучил, которая очень хорошо отражается в его маленьких глазках-бусинках. Для него некомфортная ситуация, когда у него есть только один возможный вариант действий, потому что тогда все, в том числе его политические оппоненты, знают, что Путин будет делать и будут пытаться это использовать. Поэтому уже много лет, если вы внимательно посмотрите на то, как он делает, на то, как он работает, он пытается для себя держать открытыми разные варианты развития событий. Он пытается сделать так, чтобы у него было много опций, много вариантов развития будущего. Посмотрите сами, вот с этими конституционными изменениями, которые он пропихнул без мыла прошлым летом, у него есть какие варианты? Он может сам пойти в 2024 году на перевыборы, пожалуйста. Может снова провернуть схему с преемником, пожалуйста. При этом он может сохранить все полномочия, как глава госсовета, нового вне конституционного органа с неограниченными полномочиями. Или он может возглавить Совбез, у которого тоже огромные полномочия. Или он может пойти в Совет Федерации и стать пожизненным сенатором. Более того, новая конституция не делает невозможным и вариант мягкого преобразования России в парламентскую республику. Там заложен вариант, когда сильно расширяется полномочия государственной думы, и Путин становится премьер-министром. Значит ли это, что он просто сам-то уже для себя решил, что будет в 2024 году, а просто нам не говорит? Нет, конечно. Вот у него сейчас есть возможность в декабре 2023 определиться с той политической конфигурацией, в которой он пойдет на выборы в марте 2024. И он будет тянуть до последней. Почему это важно? Первое. Путин довольно хорошо понимает, что он сам не знает, как будет развиваться событие через два года. Никто не знает. В России политика меняется неожиданно и довольно непредсказуемо. Путин ведь он оппортунист. Он тактик. Он готов браться за те возможности, которые вот ему подворачиваются под руку и не очень хорошо думает о долгосрочных последствиях. Самый яркий пример, конечно, Крым. Осенью 2013 года российские официальные лица еще говорили, что вопрос о возврате Крыма не стоит в повестке дня и, судя по всему, не врали. Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым? В феврале 2014 года подвернулась возможность стащить то, что плохо лежит. Они немедленно среагировали и уже в марте стащили. Это обрекло страну на огромные катастрофические последствия. Санкции, экономическая стагнация, огромные проблемы. Краткосрочный тактический эффект от аннексии Крыма был огромный. Рейтинг Путина подскочил до небес. Но стратегически, конечно, это был огромный провал. И он уже тысячу раз успел, я уверен, пожалеть о том, что тогда полистился на эту возможность. Но сделанного не вернуть. Мы много раз видели, как Путин, реагируя на события тактически, не думает про стратегическую перспективу и делает себе хуже. Если мы возвращаемся к теме президентских выборов 2024 года, он как раз понимает, я думаю, что надо будет действовать по ситуации. А какая ситуация через два года будет? Что будет с геополитикой? Что будет с конъюнктурой цен на нефть? Что будет с внутреполитической ситуацией? С рейтингами, с протестными настроениями? Предсказать невозможно. И он готов играть по ситуации. Важно просто, чтобы было много разных вариантов такой игры. Но это еще и очень важно с точки зрения того, как устроено путинское государство и как он им управляет. Я уже говорил, он управляет через неопределенность. Он управляет через конфликт. Путинское государство – это классическое мафия-стейп, мафиозное государство по определению из учебника. Есть Владимир Путин, есть 20 или 30 ключевых людей, которые отвечают за ключевые направления России, российской жизнедеятельности, российской экономики. Эти люди находятся между собой в постоянном конфликте. Они ненавидят друг друга. И благодаря этому конфликту, который Путин зачастую искусственно поддерживает, они нуждаются в Путине. Вот есть чувак, который отвечает за все, связанное с газом. Его зовут Алексей Миллер. А есть чувак, который отвечает за все, связанное со стройкой. Его зовут Аркадий Рутенберг. И они друг друга ненавидят. А вот начинается новый большой проект, скажем, «Северный поток», который связан и с газом, и с стройкой. Такой проект, как «Северный поток» – это возможность украсть несколько миллиардов долларов, построить огромный дворец или купить самую большую в мире яхту. Чувак, который отвечает за газ, думает, «Ага, это же газовый проект. Сейчас я распилю денег на Северном потоке». Чувак, который отвечает за стройку, думает, «Ага, это строительный проект. Сейчас я распилю денег на Северном потоке». Они вступают в конфликт, а разрулить этот конфликт может только Путин. Но они не пойдут же в суд решать, кто украдет на этом денег. Путин обладает способностью решать такие конфликты благодаря своей легитимности, благодаря тому, что люди за него проголосовали. Миллера, Ротенберга люди не знают или ненавидят. Они понимают, что это какие-то воры и жулики, никто не испытывает никакой любви к главе «Газпрома» или к другу Путина под зюдо. У них собственной легитимности нет. Им нужен Путин, потому что Путин может их осенить и сказать, «Так, Аркадий, Леша, так, этот проект достанется Аркадию, но, Леша, ты не грусти, тебе достанется что-нибудь следующее». Им ничего не остается, кроме как послушаться и послушать, и выполнить, потому что сами они без Путина ничего из себя не представляют. И никакой возможности воровать им народ не делегировал. По сути дела, российская политическая система устроена так, что народ делегирует возможность воровать Путину, а Путин делится ею со своим окружением. Между вот этими людьми, Ротенбергом, Миллером, Тимченко, Сеченом, Кадыровым, Патрушевым, Бортниковым, Золотовым, Дерипаской, между ними бушуют постоянные конфликты, которые Путину выгодны, потому что никакого нормального инструмента разрешения конфликтов у них нет. Ну, не может, скажем, Миллер и Ротенберг основать по политической партии, да, и поконкурировать на выборах, чтобы была партия любителей газа, партия любителей стройки, и одна шла, там, все за газ, голосуйте за нас, а другая говорила, все за стройку, голосуйте за нас, ну, чтобы люди решали, да, и у кого парламентское большинство, тот бы и рулил. Это же невозможно. Путин построил систему, в которой это невозможно. Соответственно, у них нет другого способа решения конфликтов, как кулуарного, как через путинское посредничество, и поэтому всем им, всем этим чувакам Путин ужасно нужен. Так вот, представьте себе, что Путин уберет из этой системы неопределенность. Ну, например, он скажет, так, в 2024 году главным станет Михаил Мишустин. Что произойдет? Произойдет следующее. Не успеет пройти и трех месяцев. А все эти чуваки, все эти Миллеры, Сечины, Лавровы, Шойгу, немедленно побегут лизать сапоги назначенному преемнику, кем бы он ни был, неважно. Даже если Путин, ну, реально, как бы грязь из-под своих ногтей назначит преемником, эта грязь из-под ногтей завтра окажется самым влиятельным человеком в России, потому что от нее будет зависеть, кто будет получать возможность воровать и сколько воровать. И они побегут к ней, и эта грязь из-под ногтей окажется следующим арбитром и окажется человеком, который имеет самое большое влияние на все процессы в стране. А Путин немедленно перестанет быть кому-то нужным. Поэтому он не может сказать всем своим чувакам, типа, ребята, я решил, в 2024 году будет так-то и так-то. И в его интересах не говорить об этом до последнего. В этом смысле он является заложником системы, которую он построил. Поэтому, подводя некоторый итог к этому рассуждению, Путин управляет сегодня через неопределенность. Это базовый фундамент, на котором его система построена и на котором она держится. Это заставляет его сохранять и поддерживать эту неопределенность максимально долго. И он будет ее поддерживать до осени 2023 года. Мы не можем и не должны сейчас гадать, что он там себе надумал про 2024 год, потому что он и сам не знает. Он решит позже. А сейчас он конструирует для себя такую политическую реальность, в которой какое бы решение осенью 2023 года он не принял бы, оно оказалось бы юридически возможным, юридически осуществимым. Решение это будет тактическим. Оно не будет учитывать долгосрочные стратегические перспективы развития России. Оно будет учитывать только ту конкретную политическую ситуацию, которая сложится в Российской Федерации осенью 2023 года и ничего больше. Ну и все это, конечно, дает нам важную подсказку относительно того, что нам надо делать для того, чтобы ослабить путинский режим. Надо делать так, чтобы всем его этим самым элитам перестал он быть выгоден в качестве арбитра. А я еще раз напомню, он им нужен как арбитр, они не могут без него как арбитр, потому что у него есть легитимность. Потому что он может сказать, меня люди избрали, и я поэтому могу разруливать ваши конфликты. Поэтому мои решения, какими бы они странными ни были, как бы они ни приводили к увеличению количества воровства, они как бы поддержаны людьми. Поэтому снижение рейтинга Путина. Тот факт, что люди в целом начинают ставить его решения под вопросы. Оно, в конечном счете, приведет к тому, что и все эти Миллеры, Сечин и Дерипаски начнут задаваться вопросом. А мы должны по-прежнему в этот кабинет бегать за разрешением наших конфликтов, к тому же они так часто решаются несправедливо. Или мы должны поискать какого-то другого способа их решения. Может быть, представь себе через суд, через выборы, через демократические институты, через политическую конкуренцию. В какой-то момент вот это недовольство путинской элиты тем, как он управляет страной и как он решает их конфликты, может оказаться больше, чем их лизоблюдство. Больше, чем их привычность к построенной системе. Снижение рейтинга Путина является ключевым залогом для того, чтобы это рано или поздно произошло. Напишите в комментариях, что вы думаете о моем новом формате. Расскажите, о чем бы вам хотелось, чтобы я в таком формате поговорил и порассуждал. Как обычно, продолжайте задавать ваши вопросы, а я буду дальше выпускать свои видео. Спасибо, на связи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok